Виталий, скажи, пожалуйста, ты, можно сказать, ежедневно сталкиваешься на Тимонакольной службе, наверное, по разным сторонам, в том числе и судьбе, что у тебя беспокоит с профессиональными, почему они тебе дают встать и вообще чувствуют себя великолепно на работе? Ну, все-таки, несмотря на мою любовь к Тимонакольному, никак в день мы встречаемся, я вам, слава Богу, и с Клюя тоже неплохо, но предписание меня беспокоит, это действительно так. Вообще эта тема с предписаниями, наверное, мы бы о ней с вами не говорили, и мы о ней не говорили много лет, потому что она была неактуальной. Актуальность, ну, по крайней мере, в нашей стране предопределяется не наличием и количеством законов, а правопримитивной практикой. И все очень просто. Тимонакольный орган несколько лет назад, я думаю, все из вас, кто получал предписания, обсуждал, увидел, какие предписания вы давали вашим конкурентам, обратили внимание, что тимонакольный орган стал намного более часто, во-первых, их применять, во-вторых, вариативность предписаний существенно возросла. И, скажем так, по степени их влияния на бизнес, хозяйственные субъекты, которые являются объектом либо этнопольного дела, либо экономной концентрации, тоже возросла. Ну, соответственно, это произошло, я не могу сказать, конечно, конкретную дату, но это тренд последних, наверное, трех лет, не более. Как следствие, количество дел судебных по оспариванию предписаний тоже существенно возросло. И появились вопросы. Появились вопросы не только от тимонакольного органа, появились вопросы к самим хозяйящим субъектам, но самим хозяйящим субъектам. Консультантам, к которым они приходят, тогда задают вопрос, скажите, пожалуйста, а вот какое предписание не может ожидать. И вот это является некой предпосылкой того, что мы, на мой взгляд, должны открыть эту широкую дискуссию по предписаниям. И, безусловно, она не может ограничиться сегодняшним собранием. Эта тема, например, которой я бы хотел и публичной, и мне публично заниматься, но в ближайшие годы два взлюбленно и целенаправленно. Я помню, несколько лет назад, на очередной встрече Ассоциации инопольных экспертов ФСПАС России, Андрей Игнатьевич Сыганов выставил, говорит, коллеги, нам нужен хороший всеобъемлющий документ, который будет, по крайней мере, стараться описать подходы к выдаче предписаний, какие должны быть экономические тесты сделаны, почему в тех или иных случаях подъемленным инопольным нарушениям мы можем выдать то или иное предписание, по другим – нет. Но тогда эта тема не нашла отклика, я помню, у аудитории, и, опять же, она не нашла, потому что не было столь серьезной практики инопольных органов. Это, если позволишь, предпосылки. Я очень рад, что сегодня в нашей дискуссии принимают участие коллеги Цветкового Суда, потому что судебная практика, на данный момент, это, еще раз подчеркну, у нас нет разъяснений со стороны инопольного органа по вопросам предписаний, по сути дела, есть предупреждения, которые частично были затронуты под объяснением опасности, это замечательно, что они появились недавно, но по предписаниям как-то нет. Поэтому на что мы можем с вами опираться, когда оцениваем? Во-первых, на судебную практику, и мы сегодня, я надеюсь, о ней поговорим. Я хотел бы в обобщенном виде рассказать те пределы, скажем так, которыми ограничено инопольного органа предписания по мнению судейского сообщества, и, конечно же, на практику наших коллег. На практику наших коллег в других юридических, в первую очередь в Европейском Союзе, где теме предписания посвящены сотни-сотни страниц разъяснений Европейской комиссии и экспертов. И я тоже думаю, сегодня пара очень интересных дел, которые очень хорошо перекликаются с теми делами, которые были в моей практике в спорах «Спас Россию», прямо влажаться один в один. Посмотрите, какие разные подходы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова